Друзья, всем огромный привет! Рада видеть вас у себя на канале. Сегодня я решила, почему бы мы с вами гуляли-гуляли два моих предыдущих видео, и почему я вам не показала более подробнее какой-нибудь район. И мы сейчас находимся в частном секторе, как я вам уже говорила. Я вам покажу, как живут поляки, как они строят свой быт, как у них их территория ухожена. Поэтому, если вам интересно такого рода видео, то продолжайте смотреть. И всем приятного просмотра! Я, знаете, начну с такого места. Знаете, кресты с распятым Иисусом очень много найдешь здесь в Польше. Практически на многих углах стоят такие, я не знаю, как это назвать правильно, памятники или память о том, что сделал для нас Иисус Христос на Голгофском кресте. И поляки себе часто таким методом напоминают об этом. Здесь стоят цветы, видите, свежие цветочки. Также здесь стоят ночнички такие, куда ставятся свечи, и ночью это красиво освещается. В общем, как-то так. В общем, начну я с этого места. И пойдемте с вами дальше прогуляемся, посмотрим просто на территорию. Это частный сектор. Находится он от Роденков. И вот так выглядит этот частный сектор. Здесь дома трехэтажные, четырехэтажные даже. Вот здесь вот, видите, на первом этаже есть, я не знаю, мне, наверное, прибьют, когда увидят, что я снимаю. Но мы с вами быстренько сейчас пробежимся. На первом этаже, вы видите, есть помещение для машин, гараж. И вот здесь лесенки, можно подняться. И вот такие вот дома. Все, так скажем, все участки ухожены. Смотрите, какие красивые цветы. Все облагорожено. Все красиво. Смотрите, рябина растет. Я рябину просто обожаю. Напишите в комментариях, вы любите рябину. Я очень люблю. Наверное, ее не стоит есть. У меня прям не удержалось. Какая вкуснятина. Просто обалденно. Короче, ладно. Сорву еще один. Опять мне напишут в комментариях, что это некрасиво. Но в этот раз мне никто не разрешал, поэтому... Поэтому и правда, ай-яй-яй, какая я плохая. Вот эту ягоду мы с вами видели, да? И... Видите, какая она? Не знаю, можно ее есть или нет. Вы мне еще не написали в комментариях, поэтому рисковать не буду. Ну, идемте с вами дальше. Ну, здесь более-менее ничего такого интересного, поэтому я постараюсь быстренько пробежаться. Смотрите, какой красивый балкон. Вот у меня все никак не получается вырастить вот такие цветы, чтобы они с балкона спадали. Ой, сейчас... Пти-пти-пти-пти-пти-пти-пти. Ой! Да, я ей буду приближать, то точно меня кто-нибудь выгонит. Вообще некрасиво так, наверное, в дома заглядывать. Но вы же хотите посмотреть, какая недвижимость здесь больше. Я, честно говоря, даже и не знаю, сколько здесь примерно стоят дома. Но дома, знаете, я вам скажу, разные. Вот это более простенький домик. Есть более какие-то дизайнерские новые дома. И видите, какой интересный. Небольшой. Наверное, на 100-200 метров. Нет, да? С двумя этажами. Тут тоже красиво. Смотрите, здесь даже такой мини-алтарь. Я не знаю, как это правильно называется. Даже на подворку. То есть на территории уже дома. Ладно, я уже дальше не буду заходить, а то точно меня выгонит. Скажет, ты чего тут ходишь? Все чистенько. Красивенько. Смотрите, какая красота. Потрясающе. Дома, конечно, вообще. Каждый ухаживает за своим домом, как может, да? Этот дом, наверное, скоро будет утеплять. Видите, все пообдирали. Скорее всего, что его скоро будут благоустраивать, мне так кажется. Здесь тоже такой домик. Смотрите, каждый старается по своему достатку. Вот такой домик. Красивый второй этаж, большой. Но с детьми опасно туда выходить. Там, видимо, никто и не выходит. Только цветочки стоят. Какие красивые растения. Ну, в принципе, знаете, ничего такого особенного. Но глаз радуется, честно. Идешь здесь, смотришь каждый. И так, и вся клумба своей подделала. Красивые цветочки. Вообще, ухоженно. Ни мусора никакого. Люди, действительно, ведь это труд содержать в такой чистоте свой двор. Вот мы только что, да, с вами проходили. Там был более такой двор, где я сказала, что будут утеплять. Не там, ну, немножко так, неприбранно как будто. А здесь, смотрите, люди действительно стараются. Это же работает для того, чтобы так все это красиво выглядело. Правильно? Смотрите, как, кстати, поляки очень часто вот такой пленкой, такой специальной тканью покрывают траву для того, чтобы сорняки не росли. Оно, как вы, знаете, так красивенько выглядит. Чистенько. Очень уютно. Мусорки тоже стоят, видите. на территории. Дяденька гуляет с ребенком. Идемте с вами дальше. И на территории вообще непросто. На самой территории очень красиво все. Мусорные баки стоят. Я знаю, что здесь вывозят мусор. Но вот такой обычный бак стоит. Такая березка. Ой. Это похоже на березку? Это елка. Или еле сосна. Господи. Жизнь меня вообще ничему не учит. Тоже красивое здание. Дом, конечно, обалденный. Большой, я думаю, что где-то, наверное, я не знаю, но 450. Наверное, точно стоит. Два гаража, видите, здесь. Вообще, насколько я знаю, что поляки очень часто, ну, я уж прям не буду очень часто говорить, но я слышала, у нас же знакомы. Смотрите, здесь растет слива. Здесь растет слива. Я не буду срывать, честно вам скажу. Она растет на территории, и хозяйки нет. Ну, ладно. В общем, поляки очень часто живут в таких домах. И, например, на первом этаже живут родители, то есть старшие. А на втором этаже живут молодые со своей семьей уже, рожают своих детей там. И вот так вот они делят дом на два, на две семьи, так скажем. Вот там дядечка что-то себе работает, делает. Не буду его смущать, снимать. Он как раз на меня смотрит. Я его не буду смущать. Не буду его смущать. Какой пацанушек красивенький. Так что, знаете, как-то выходят из положения. Знаете, это все-таки жить не в квартире, а когда в своем доме, да. Конечно, с родителями не знаю, кто захочет жить. Но у нас есть знакомые, которые делят со своими родителями жилье. Родители на первом этаже, а они себе наверху. Вот такой тоже красивый дом. Очень круто. Очень-очень. Здесь немножко как-то заброшенная территория. Хотя и сам дом, мне кажется, заброшенный. Смотрите. Кажется, здесь никого нет. Вообще, как будто бы никого нету тут. Ага. Тут парадный вход, он как-то там закрыт. Непонятно. Интересно, этот дом продается или просто стоит, хозяев нету? Интересно. Здесь, видимо, крышу меняли или будут менять. А, да-да-да, видимо, там, с той стороны. В общем, так вот такие вот дела. Здесь тоже красота какая. Очень красиво. Я прям наслаждаюсь. Действительно, это очень красиво. Так вот идешь, смотришь. Домики, цветочки, домики, цветочки. Я вижу все прям, знаете, это как настоящая девушка. Вижу все в розовых очках. Как кто-то мне там написал, что я в розовых очках вижу. Ну, вот как-то так, знаете. Что я сделаю, если у меня вот здесь просто сказка. Смотрите, здесь бассейн, беседка, лежачок. Надеюсь, меня хозяева не выгонят. Ну, просто вообще песня. Смотрите, какие трудяшки, да. Это же надо все это придумать, все это сделать. Это что надо посадить. Красота. Просто вот потрясающе. Вот как бы восхищаюсь. Трудолюбим людей, да. Чтобы вот такая красота была. Вот так. Все, это же сколько труда нужно. Там вот скамейка есть и бассейн. Ой, хозяйка не вышла. Ладно, иду. Ой, ну правда красиво. Очень красиво. Ладно, сделайте с вами дальше. Здесь у нас пустырь. Вот такой есть домик. Вообще рада, что мы выехали сюда. И я могу поснимать. Смотрите, какая здесь территория. Объект охраны. На-на-на-на-на-на. И вот так вдали какой-то дом. Домик вроде бы такой себе небольшой. Какие цветочки красивые. Ну вот, как я уже говорила, да, что кто-то мне написал все в розовых очках. Ну вот как может быть не в розовых очках, если такие красивые розовые цветы меня окружают. Розовые единороги. В общем, дом тоже красивый тоже. Ну, единственное, мне вот не нравятся гаражи, которые вниз уходят. Как-то, не знаю, как-то мне не очень такое нравится. Хотя лучше, наверное, вниз уходят, чем будут... Ой, тоже красивый домик. Смотрите, прям такое в американском стиле слегка. Так, идемте с вами дальше. Я тут прошла по небольшому закамулю. Видите, между домами какая есть территория. И здесь есть слив. Даже между домами вот такой есть даже бордюрчик для коляски или для людей на элвалидной коляске. Здесь такой здание, вернее, под... Сзади дома, да? Здесь такое обновленное, классное. Ладно, идемте посмотрим, что... О, смотрите. Ой-ой-ой-ой. Я тебя боюсь. Пес, не злись. Хорошо, что у него... Ладно. Дядечка в руку улыбался. Вот здесь такое... Видите, какое необычное стеклянное ограждение. Смотрите, какой дом, да? И он достаточно такой, как бы неухоженный, что ли. Я бы даже сказала. Накиданно всего. Интересно, продается этот дом или нет. Потому что явно он как будто бы не жилой, либо если жилой, то... И здесь тоже такой более скромный ремонт. Ладно. Идемте дальше. Посмотрим больше на красоту. Какое красное... Тетенька, видите, ухаживает, подрезает кустики. Здесь такое белое, красота какая. Мила. Мила, 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 мила. И здесь... Можно даже смотреть и подчеркивать... Подчеркивать для себя какие-то идеи для того, чтобы облагородить свой дом. Вот такие вот, например, решетки, вот эти вот, я бы не хотела. Мне кажется, они очень много пыли на себя собирают. Хотя смотрятся оригинально, красиво. Розочки. Красиво люди под себя все так облагораживают, все так подделывают, да? И каждый, каждый, каждый под себя старается сделать красоту. Очень красиво. О, растет и луча. Классно. В общем, все, у меня все в розовом цвете. Все в розовых красках. Ну, как-то так. Надеюсь, что вам было интересно. Пойду дальше гулять, смотреть. И радовать свой глаз, так скажем. А вам огромное спасибо за просмотры. Спасибо, что были со мной. Вот такие вот домики в Польше. Вот так вот люди обустраивают свои жилища, свои дома. Вот женщины, видите, вышли немножко прогуляться себе. Вышли подышать свежим воздухом. Пройтись, так сказать. Вот. Ну, и очень злобно на меня смотрят. Ну, я их понимаю. И каждый хочет, чтобы кто-то ходил и снимал их под дворку. Да? Так что, смотрите, вот тут тоже такие прям. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. И выстроены в ряд такие домики. Много-много-много-много-много-много-много-много. Ну, я прям даже не знаю, куда еще и пойти. Ну, наверное, уже видите, дует. Спасибо вам огромное за просмотр, что были со мной. Жду вас обязательно в комментариях. Напишите мне, какой вам больше всего понравился дом. Можете оставить даже, знаете, этот стоп-кадр на тот дом, который вам понравился больше всего. Я когда буду монтировать, тоже вам оставлю стоп-кадр в комментариях на тот дом, который понравился мне больше всего. Так что, огромное вам спасибо за просмотр. Обязательно жду вас в комментариях. Давайте с вами общаться. Может быть, такой приторно-розовый получился обзор. Хотя я даже не назову это обзор. Просто вместе с вами прогулялись. Я порадовала свой глаз. А вы посмотрели, чем я порадовала свой глаз. Ну, вот как-то так. Огромное спасибо за просмотр. 500 раз говорю. Спасибо вам за внимание. Жду вас в комментариях. Давайте с вами общаться. Обсудим вам с вами этот вопрос. А кто-то забыл выключить свет. В общем, все. Пока-пока. Увидимся с вами в других видео. До встречи в Польше. Пока.